Ольга Симоненко шутит, что я сейчас сообщил, от Елены пришло сообщение, я спросил, проехали или нет, она пишет, что не проехали. Мы крепко засели намертво, Елена пишет, намертво засели, а Ольга шутит, говорит, молитвами старообрядцев, которые не любят видеокамеру, наверное, они крепко молились из того, что, да, вот, ну там, и сейчас промелькнул какой-то Андрей Устин, может быть он, Я его испугался, удалил, потому что после него стал выбивать всех, вот, что я не понял, Андрей Устин, поехал за ними? Нет, сейчас у нас появился какой-то Андрей Устин, и после этого у нас, я знаю, там мальчишка, что ли, он заходил такой, так, это, а там-то Андрей Устинов-то мог бы выехать на Газели? А я откуда же знаю, у вас телефон, звоните, ну, у Володи все телефоны есть, чай не маленький, позвонят, попросят помощь, засели намертво, пишет, крепко. Когда они поехали, батюшка знал и говорил там им, не ехайте, дорога, говорит, там разбита, я же не знал, ждал, какой ответ будет. Игорь тут не дождался, ну, если останавливали, надо было остановиться и повернуть назад. Ну, там трактор нужен, судя по дороге-то, конечно, еще и неизвестно, на тракторе протащишь или нет, там, можешь вырвать что-нибудь, не дай бог. Теперь вопросы есть какие-то или все закончилось? Ну, все тогда, молись, да, и все на этом. У меня сегодня вопрос возник, вот у нас Новый Завет, трехтомник, он иллюстрирован Гюстамом Доре, католиком. И по всей вероятности он бритый католик-то был-то. А картины, гравюры-то он нарисовал, я посчитал, примерно 400 человек он нарисовал с бородами Ветхого Нового Завета. Вот и все. И в Ветхом и Новом Завете безбородых не было. Были там эти, которые, может быть, воины или кто, неверующие. Смайлова начни. Не трожь бороду, не стилизуй себя под женщину. Зачем тебе это делать? Ну, женщина вот она... Сообщение пришло, что они ночуют в поле. Володя, Диана и Елена. Вот это да. А что ж в поле-то ночевать-то? Ну, машина-то какая? Машина-то... Ко одно колесо крутится и все. Кабы она была такая, как наша машина-то, она бы вылезла и... Да и она бы не сползла туда, в кювет. Берут машину-то по асфальту ездить. А в ночь-то зачем поехали? Какая необходимость? Ну, какую в ночь поехали-то? Двух часов, наверное, не было дня. А ехать туда два с половиной часа. Поехали днем, пишут, да. Ну, дело самое главное то, что им звонили не ездить. Я ждал Игоря. Игорь заедет, я говорю, вчера еще. Надо узнать у него, какая дорога, и тогда ехать. Ну, Игоря нет, я говорю, ну тогда поезжайте где-то. Только вы перед домом идите. Если еще случится, он вас догонит и вытащит. А он еще все в городе был, это со свадьбой-то покупает, видно, кое-что. Ну, разберутся. В машине-то можно сидеть. Я им всегда говорил, с собой берите все, чтобы топор был, сухари, вода. Они еще не взяли, вот это урок будет. Тут по неволе вспомнишь, кавказский пленник. Алина пишет, что Игорь отказался сюда ехать. Видимо, барабаш отказался ехать сюда, на трассу, их выдергивать. Будешь ждать, когда высохнет. Кошмар. Лев Толстой написал это, кавказский пленник-то. А мать ему писала, ты приезжай домой, я тебе и на невесту подыскал, а ты женишься. Жилин-то был-то. А он, когда в плену-то оказался, вот, говорит, тебе и невеста, и свадьба, и все здесь. Так и эти, ехали на свадьбу, а засели в канаве. Здесь непроглядная тьма, Алина пишет, он другой дорогой какой-то ехал. Ну, пускай сидят пока. Если еще, там, может быть, Терентьеву позвонить, и он на Белоруссии приедет и вытащит. А на чего-то еще, Аня, там всего трое только. Они в кабинке свободно могут спать сидя. Холодно. Да, не месяц. Не холодно, не холодно. Вот она пишет, что домкратили уже из одной канавы в другую, залазим. На, машинка-то, конечно, слабенькая. Ну, все, пока, давай, молитесь. Ну, давайте. Продолжение следует...